Сегодня у нас не очень стандартная лекция. Во-первых, число потенциальных лекторов соотносимо с числом принципиальных слушателей. Во-вторых, в отличие от большинства методов, которые мы рассматривали до этого, конкретно у меня не было опыта общения с глубоким обучением никогда. Но, к сожалению, нельзя не сказать каких-либо слов про это добро, потому что оно сейчас приобретает все больше и больше популярности и в целом ряде задач находят свое более-менее практическое применение. Практическое применение там будет чуть подальше, но стоит сказать, что, так как я не являюсь специалистом, я пошел, посмотрел сколько туториалов, попытался все, что я из них понял, вынести на 16 слайдов, которые у нас есть. Поэтому мы сегодня будем скорее в формате диалога, нежели в формате монолога. Ну и да, сегодня тот самый редкий день, когда в нашей лекции присутствует одна, в скобках один, формула. Итак, машинное обучение по двум авторам, которые являются, ну не то чтобы отцами-основателями, отцы там уже померли, наверное, а во всяком случае такими очень Хинтона нету, но вот эти два конкретных товарища тоже крутые. Ну вот Янли Кан, Кун, потому что сегодня Миша говорил Кан, и я начал сомневаться. Вот, и Марк Авреля Ронзата, сейчас оба работают в Фейсбуке, насколько я понимаю. Это их туториал на конференции СМЛ 2013, и этот туториал стал для меня, скажем так, основой в подготовке данных слайдов. Однако определение глубокого обучения мы взяли не оттуда, потому что там его нет. Взяли мы определение у Симона Ула, насколько я понимаю, это женщина. Итак, глубокое обучение — это такая недавно разработанная относительно ну, блин, сайтов Generating Machines, Machine Learning Techniques — это autonomously generate hello representation ну, короче. Все, что мы говорили в прошлый раз, то есть это недавно созданная техника, которая автоматически генерирует фичи более высокого уровня абстракции, чем мы привыкли использовать, используя в качестве исходных данных. Ну, в row-фичи, то есть, ну, мы с вами говорили, чем отличаются row-фичи от не-row-фичи, собственно, row-фичи. Вот. Тут есть много загадочных слов. Ну, начнем с того, что recently developed. Насколько recently. Ну, на самом деле, не так, чтобы и недавно. Основные методы были придуманы еще в 80-х, однако в последнее время они находят больше и больше применений за счет того, что, ну, мы быстрее стали считать, и теперь можем применять обучение на значительно больших, более тяжелых моделях. Во-вторых, автоматически. Ну, автоматически, значит, что мы, как в прошлый раз опять-таки говорили, нейронные сети у нас — это попытка решить, совместить в себе решение задачи оптимизации с задачей representation learning или feature extraction. Ну, и, наконец, здесь вводится такое понятие, как уровень абстракции. То есть мы хотим работать с какими-то фичами, которые находятся на каком-то более высоком уровне абстракции, про который мы не можем, можем только предположить, что это такое, да. Но, по большому счету, более высокий уровень абстракции — это то, что мы знаем, что есть, но не можем получить простыми моделями. Хорошо. Ну, например, мы знаем, что здесь сидит там какое-то количество людей, однако по количеству звуков, которые мы издаем, особенно там во времени, прям сразу линейно получить это количество людей, наверное, будет тяжело. Но вот количество людей — это более высокий уровень абстракции относительно, там, я не знаю, какого-нибудь фурьешного разложения всех сигналов, которые у нас тут происходят в каждые, там, 100 миллисекунд. Ну, да. Собственно, второй и третий пункт нам рассказывают про то, что ту задачку и как мы себе, скажем так, ставили задачу, как могло бы быть, если бы нейронные сети делались, придумывались, скажем так, от головы. То есть это решение одновременно задачи оптимизации и все-таки автоматическому излечению фича. Кто же такие, какие решения достаточно глубокие? Во-первых, в прошлый раз мы с вами проходили уже то, что, по большому счету, нейронные сети — это некоторый вид решающей функции. Это вид такой решающей функции, которую мы там правильно и структурно, в случае персептрона, научились брать производные. Однако есть вообще-то некоторое количество моделей, которые уже отличаются от линейных, которые, может быть, уже достаточно глубокие и, может быть, уже обладают нужными свойствами, которые были только что заявлены. Из того, что известно, просмотрим парочку. Вот есть у нас, положим, нейронные сети с одним уровнем. Нейронные сети с одним уровнем используют линейную комбинацию каких-то нелинейных преобразований от линейных комбинаций. Однако иерархии данных фичей они не используют. Поэтому мы не можем говорить о более высоком уровне абстракции, который предлагается. То есть по определению более высокий уровень абстракции это значит, что штуку нельзя получить из RAW фичей за один шаг. Поэтому нейронные сети с одним скрытым уровнем глубокими мы посчитать не можем. Если мы посмотрим на SVM, вот у нас решающая функция SVM там нарисована. Даже несмотря на то, что мы проводим кирнализацию, тем не менее такие методы мы тоже не можем считать глубокими. Почему? Ну, потому что, несмотря на то, что мы делаем преобразование в пространство более высокой размерности, решение мы ищем прямо вот в нем. То есть мы не делаем опять-таки никакой иерархии фич там не происходит. Далее. Деревья решений. Деревья решений, в отличие от всего этого добра, значительно более глубокие, казалось бы. Ну, про деревья решений на самом деле мы еще особо ничего не рассказывали. Но я думаю, что все интуитивно представляют, что мы можем такие конструкты делать. Однако же в использовании деревьев решений у нас отсутствует, скажем так, отсутствует деление по более сложным фичам, чем отдельно взятая фича. Если это так, то получается, что в рамках… Что мы не используем, скажем так, даже комбинации нескольких фичей для определения… В общем, мы не используем никаких комбинаций там. И фичи интеракшн идут только через последовательные… Последовательные уровни решений, которые проводим. Если бы в каждом из этих уровней участвовали несколько фичей, в принципе, можно было бы, наверное, сказать, что это глубокие модели. Но… Да. Это ведь от реализации зависит. Можно реализовать так, что это участвует. Это все правда? Я слышал, что в некоторых компаниях это было реализовано. Более того, даже я это слышал. Все зависит от реализации. Однако же, в той презентации, которую мужики рассказывали, насколько я понял, они как раз рассматривали простые совсем случаи деревьев. В самом деле, со сложными деревьями там вполне может быть себе дипленинг. Если они одновременно делают оптимизацию и тех фич, по которым делают биение. Если они эти самые фичи выбирают, и сет комбинаций заранее задан на момент начала обучения, то тогда одновременно оптимизация не происходит. Да, в том-то и дело, что здесь нет оптимизации фич. Мы как раз думали, как бы сделать оптимизацию фич, но у нас она немножечко в другом контексте. Просто на одном уровне не существует, так что они еще больше оптимизации делали. Графические модели. С графическими моделями все чуть сложнее. На самом деле, графические модели могут быть глубокими. Более того, в конце мы скажем, что есть такие deep belief networks, и они вот прям глубокие. Однако классические графические модели, по сути являющиеся генеративными моделями, они глубокие с точностью до того, что мы подсказываем все-таки, каким образом у нас повязаны переменные друг с дружкой. И в этом случае у нас пропадает вот эта магия, что мы туда дали row-сигналы, ничего не подсказывали, оно само сделалось. Но это плохое объяснение того, почему они не глубокие, и на самом деле они считаются глубокими. Но есть один момент. Один момент заключается в том, что графические модели можно свести к нейронным сетям, ну, к а-ля Больцмановским нейронным сетям, к системе Больцмановских нейронных сетей. Конкретный способ сведения, то есть есть, грубо говоря, такая теорема. Конкретное доказательство этой теоремы, если хотите, могу потом показать. Но в целом можно считать, что графические модели можно свести к нейронным сетям, и они являются, грубо говоря, под множеством. Ну вот и того, из того, что известно авторам, и из того, что известно на самом деле мне тоже, нейронные сети являются единственным способом, как сделать достаточно глубокую решающую модель из тех методов, которые были изучены в литературе. То есть все модели, которые мы проходили, мы, грубо говоря, отмели. В GPM мы сказали, что эквивалентно, ну, значит, давайте изучать только нейронные сети, и будет нам счастье. До тех пор, пока мы не изобретем еще какого-нибудь глубокого механизма. Следующий вопрос. Мы только что говорили про какие-то разные уровни абстракции. Для того, чтобы говорить про уровни абстракции, мы должны сказать, какие фичи мы вообще имеем в виду, и какие фичи хорошие. Для того, чтобы это показать как-то разумно, возьмем пример. Есть у нас Дима и Вячеслав, которые фотографируют друг дружку для размещения в соцсетях. И фотографируют они друг дружку на белой стене, и им интересно только аватарчик сделать, соответственно, фотографируют они только морду. Сделали они по тысяче фотографий. Фотографии тысяча на тысяча. Получили, забили, так сказать, весь предоставленный объем, и хотят сделать так, чтобы все-таки попасть в ту социальную сеть, которую выбрали. Надо им уменьшить объем. Сколько там вообще на самом деле информации? Ну, а на самом деле там информация-то ровно вот сколько. На лице человека меньше 50 мышц, мы можем сказать, что каждая мышца как-нибудь напряжена. Ну, положим мы эту чиселку, положим в 4 байта, можем. Почему нет? Есть три координата положения лица относительно камеры. Соответственно, насколько близко, насколько там высоко, насколько сдвинута по горизонтали. Есть три координата угла поворота этой самой головы. И всего таким образом получается 56 чиселок, которые описывают нам, насколько одна фотография отличается от другой фотографии. Ну, вот две фотографии морды, так сказать, Димы и Вячеслава мы должны сохранить. Будем считать, что глубина там 24 бита, ну как, в лучших домах Лондона споряжу. И плюс 998 оставшихся фотографий мы можем закодировать 56 числами от 4 байтов каждый. И оказывается, что вот эти 3 гигабайта информации мы сможем сжать до 6 метров, что 500 раз. Наверное, это неплохо. Зачем это неплохо нам? Нам это неплохо в первую очередь, потому что оказывается, что оставшиеся информации, вот эти вот там, 3 гигабайта оставшихся, это какая-то информация, которая мусорная. Ну, то есть, которая не несет никакого смысла. Вся информация может быть сохранена таким образом. Ну, отлично, а зачем ее учитывать в обучении? Наверное, не надо. И вот такие вот гораздо более информативные фичи, из которых следуют уже наблюдаемые фичи или raw-фичи, мы будем считать фичами более высокого уровня абстракции. Идеальный фичи-экстрактор, ну, то есть вот штуковина, которая нам из фотографии, это, наверное, не Димон и, наверное, черт, не Дмитрий и не Вячеслав. Но, тем не менее, вот из этой женщины можно извлечь идеальным фичи-экстрактором какие-то штуки. Мы хотим получать такие фичи, но, однако, кажется, что мы вряд ли сможем получать их напрямую из точек, из, например, цвета всех точек, которые там есть в качестве линейной модели. В самом деле мы можем попытаться разместить эти самые картиночки и попытаться построить линейную комбинацию, но, однако, качество полученного результата нас не удовлетворит гарантированно. Хочется, положим, узнать, закрыты глаза или нет. Разметить мы это можем? Можем. Применить по этому поводу, там, я не знаю, логистическую регрессию? Ну, наверное, тоже можем. Однако, результат будет плохой, поэтому на это мы надеяться никак не можем. Единственное, что нам остается надеяться, что получится какой-то более сложный модель. Ну, в частности, нелинейный какой-то. Основная идея, скажем так, того, что дальше будет происходить, она заключается в том, что мы разбиваем создание фичи новой, вот этой самой, вот, другого уровня абстракции, на два этапа. Первый этап. Мы делаем, мы запихиваем точки в более многомерное пространство, где данную задачу можно решить, ну, например, линейно. После этого мы хотим, наоборот, уменьшить размерность этого пространства, да таким образом, чтобы то свойство разделимости, единственное, которое нам нужно найти, все еще оставалось в пространстве меньшей размерности. То есть, если вы помните, мы делали уменьшение размерности, там, из разных принципов. В частности, мы с вами проходили Джонсонс Линда Страус Лемма, которая пыталась сохранить расстояние между точками. Здесь нам расстояние не важно, нам ничего, на самом деле, про эти точки не важно. Нам важна одна единственная штука, чтобы по нашему свойству осталось линейное расстеление. Таким образом, эта задача несколько более простая, на нее не накладываются те самые ограничения, о которых мы разговаривали. Что, какие здесь есть свойства? Свойства первое. То, что, когда мы делаем кернализацию, ну, по сути, когда мы выводим в пространство более высокой размерности, мы добавляем какую-то информацию к уже существующей. Идея заключается в том, чтобы добавить чуть-чуть разную информацию, чтобы у нас было много образов одной и той же точки, каким-то образом распределенных. С одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы получить такой же уровень качества, ну, и, допустим, такой же уровень шума в фиче более низкой размерности, нам приходится при обратной операции учитывать сразу несколько фичей из пространства более высокой размерности. Ну, понятно, чтобы, используя закон больших чисел, мы могли превратить это добро в штуку с меньшей дисперсией. Третья ключевая вещь. Это то, что при преобразовании мы не можем использовать два линейных преобразования. Я думаю, все догадываются, почему. Ну, да, потому что так можно было бы подобрать одно единственное преобразование, то же самое линейное. Поэтому где-то внутри там должна быть нелинейная составляющая. В этом и заключается во многом смысл создания, скажем так, создания блоков, которые будут создавать нам фичи более высокого уровня абстракции. В качестве примера, проиллюстрировать, так сказать, это можно как-нибудь так. Вот были у нас какие-то фичи, которые разделяли 3 и 8. Линейное это добро разделить никак не получится. Никак там не провести линию, которая все поделит. Дальше мы взяли и перевели эти самые троечки и восьмерки в пространство большей размерности. На самом деле образов этих троечек и восьмерочек у нас там может быть существенно больше, чем такое же количество точек, как и было в исходном. А потом мы агрегировали все эти точки обратно в пространство меньшей размерности, ну, в данном случае два, сохраняя свойства линейной разделимости. На самом деле, к сожалению, мы никак себе не обеспечиваем именно такое поведение в Deep Neural Networks. Мы надеемся, что так будет. И мы будем, ну, мы стараемся устроить там и обучение и так далее, так, чтобы оно нам позволяло проделывать подобные операции. То есть далее мы будем строить модель нейронной сети, чтобы она могла это сделать. Но это совсем не означает, что она сделает это. То есть здесь подход конструктивный, доказательств здесь никакого нету. И народ в основном при анализе этих самых глубоких нейронных сетей просто смотрит, что у них получается на каждом из уровней. И ищут там, о, слушайте, вот он нос, нос походу поймал. Вот отличный нос. Вот. Так что, к сожалению, с точки зрения математики тут все довольно, ну, на пальцах. Следующий вариант, следующий пункт, это что такое свертки. Давайте поймем, кто такое свертки. Итак, у нас есть некоторая задача. Вот у нас есть разные части коровы. И мы хотим угадать, в каком... Смотрим мы сейчас куда-то, берем какую-то конкретную точку с картинки. И какой части коровы эта точка относится, так сказать, к ноге, к задней, к передней, или там, к шее, или там, к морде. Зачем нам это может понадобиться? Ну, когда вы стоите перед экраном телевизора и пытаетесь взаимодействовать с вашим любимым Xbox, он вас представляет, ну, примерно так. И дальше, для того, чтобы из вас состроить скелет, то есть из подобной модели, если мы точно знаем, в каком месте комнате находится ваша, так сказать, сикрим, он сможет догадаться, в каком положении находится ваш скелет. А зная, как находится ваш скелет, он может предсказать, в какой позе вы находитесь. И в зависимости от этой позы, там, я не знаю, прыгнуть, скакнуть, там, потрясти руками, сделать что-нибудь разумное. Ну, или безумное, в зависимости от того, что вы делаете. Чуть более подробно постановка звучит так. Так, у нас стоит камера, и, на самом деле, в случае кинекта, если вы заметите, в случае кинекта, там есть две камеры, это стереокамера. Эта стереокамера, она умеет делать одну единственную вещь. Она в черно-белом режиме измеряет, какова глубина, какое расстояние до той или иной точки. Дальше у нас есть много-много людей, которых это из скрытой камеры снимали. После этого по этим людям, по этим снимкам в смысле, прошлись и разметили их вот таким вот образом. Сказали, где там рука, где там нога, и таких картинок очень-очень много. Более того, эти картинки сделаны для всяких разных людей, больших людей, маленьких людей, детей и прочих. Что мы хотим найти? Мы хотим найти, как взаимно расположены части тела человека. И решение используют предельно простое, на мой взгляд, и очень-очень красивое, на мой взгляд. Ну, действительно, что лучше всего характеризует ту или иную точку нашего тела? Ну, не то чтобы лучше всего, но хорошо. Ну, рядом расположенные точки. Если у меня тут тело кончилось, ну, наверное, где-то там руки, ноги, голова, может быть. А если тело рядом не кончается, ну, скорее всего, там это body, какой-нибудь там, еще что-нибудь такое. Хорошо. Значит, мы можем использовать соседние точки для того, чтобы определить принадлежность данной. Возьмем и развернем это в вектор. То есть мы возьмем глубину всех точек, которые расположены с данной. Эти самые точки выстроим в одинаковый паттерн. То есть для каждой точки мы соседей выстроим в определенном порядке. Как мы их будем обходить, это не так важно. Важно, чтобы одинаково близко или далеко расположенные точки у нас оставались в одной и той же координате. Таким образом, мы пройдем по всей картиночке, получим для каждой точки по векторочку глубин расположенных точек рядом с ним. Ну, а дальше по полученному вектору, кажется, с помощью деревьев решений, ничуть не сомневаясь, мы научим классификатор распознавания того, в какой филейной части расположена данная точка. Эта штуковина, ну, многие, наверное, пользовались. Вроде бы даже работает. Ну, я слышал такой доклад. Ну, и я вообще верю, когда говорят, что работают простые вещи. Эта вещь простая, и я думаю, что она действительно работает. Конечно же, там не без хаков. Ну, там надо шум подавить, там еще что-нибудь такое. Но принципиально, я думаю, что эта схема более или менее близка к действительности. Получаем профит. Для чего я это вам все рассказывал? Рассказывал я для одной простой вещи. Оказывается, мы можем по окрестности понимать, о чем точка. И это очень полезно. Полезная информация. Заметьте, у нас была картинка, это была row-картинка. А мы разметили тегами разные части этой самой картинки. Такое семантическое тегирование сделали. Причем не самого простого объекта. Все-таки, ну, понять, где у меня там нога, а где рука, особенно в определенных позах, очень тяжело. Или где моя рука, а где рука там моего ребенка. Нет, не рука, а нога. По размеру они одинаковые, да и по форме с точки зрения всех этих приборов тоже похож. Так вот, значит, свертки использовать можно. Они несут довольно много информации. Ну и следующее мы возьмем и объединим эти две вещи. Свертки и диплёнинг. И получим так называемый convolutional networks. Convolutional networks состоят из следующих блоков. Сначала у нас идет некоторая фильтрация картинки. Там бывают разные фильтры, которые генерируют разные представления о картинке. После этого для каждого из вариантов представления мы начинаем... Ну, на самом деле, насчет для разных. Там для разных. Мне казалось, что там есть все-таки сложное. Там для каждого фильтра, ну, типа там, Габора и так далее. Что для каждого фильтра? Идет отдельный процесс обучения до классификатора? Или там бывают сложные конволюшены? Я не помню просто этот момент, но неважно. Важно то, что мы сделали вот эти вот самые картинки. И дальше сигнал начинаем распространять по следующим блокам. Вот нормализация, и у вас обычно локально, да? Да, да, да. Нет, то, что нормализация, это да. Это тут более-менее все понятно. Сейчас это объясню. Итак, что мы делаем? Мы берем картиночку. Эту картиночку разбираем на блочке. Например, шагом 1 у нас всегда есть, как там, область 8 на 8 вокруг данной точки. Мы побежали, для каждой точечки можем посчитать функцию от окрестности. Эта функция от окрестности у нас будет довольно шумная. Ну, например, у нее будет какое-нибудь среднее значение. Мы с вами ведь не любим среднее значение, не нулевое. Значит, подобные данные нужно каким-то образом им сделать whitening. Whitening, соответственно, нормализация. Нормализацию можно делать как по ожиданию, так можно делать по дисперсии. Ну, чтобы уж совсем у нас все было хорошо, и дисперсия была бы единичной. Следующий этап в каждом блоке — это фильтрация. Фильтрация нам делает ту самую магию, про которую мы говорили вот здесь. Делает увеличение размерности, раздувание информации, которая у нас есть. После этого мы проделываем нелинейное преобразование какое-то. Из нелинейных преобразований, ну, мы с вами уже их некоторое количество видели, можно выделить два класса. Первый класс — это гладкие преобразования. Второй класс — это негладкие преобразования. С гладкими все хорошо в смысле математики, с негладкими все плохо в смысле субградиентов и прочей лабуды, которую приходится использовать. Совсем с негладкими, ну, я надеюсь, что мы дела не будем иметь. Ну, в смысле, с прерывными. После того, как мы проделали это преобразование в пространстве более высокой размерности, мы делаем пулинг. То есть мы собираем какие-то точки по определенным признакам и делаем из этих точек одну единую фичу. То есть переходим в пространство более низкой размерности с использованием группы каких-то точек. Я думаю, что общая схема должна быть более или менее понятной. Остались вопросы по деталям. Что делать-то? Вот сейчас мы посмотрим, что делается на каких-то более или менее примерах. Итак, если вы вспомните, мы все еще говорим про нейронные сети. И с этой точки зрения мы должны построить какую-то топологию, какой-то граф, который бы, во-первых, делился бы по слоям, потому что мы хотим использовать backpropagation в качестве метода обучения, а во-вторых, который следует тем принципам, которые мы только что изложили. Как мы это можем сделать? Сделать мы это можем следующим образом. Во-первых, как мы делаем преобразование над окрестностью? Мы говорим всего лишь одну простую вещь. То, что у нас вся вот эта окрестность на предыдущем уровне связана с одной точкой на следующем уровне. Таким образом, значение в этой точке определяется тем самым нелинейным преобразованием над некоторой взвешенной суммой сигналов исходного слоя. Дальше в каждом слое мы можем варьировать его толщину, насколько мы раздуваем информацию или наоборот сдуваем. То есть в зависимости от общего количества точек мы понимаем, а сколько информации на самом деле через этот слой пролезает. Если у нас пролезает там, ну, положим, в каждой из них там 4 байта, 4 байта умножим на мощность слова, вот это то, сколько у нас пролезает здесь. Если мы хотим раздуть, значит труба у нас должна быть широкая. Если мы хотим наоборот сузить и сделать определенный informational bottleneck, мы делаем точек поменьше и так далее. Еще одним моментом, который необходимо здесь подчеркнуть, является то, что большинство преобразований делается независимо. То есть мы рассматриваем один… Вот мы берем картинку, дальше эту картинку, для нее делаем полный образ. И таких образов у нас может быть несколько. Ну, в данном случае 6 образов, 28 на 28. Там видно, наверное, плохо на слайде, да? Давайте я читать это буду. И эти образы, они в каком-то смысле являются полными образами картинки. То есть мы прошли шагом один, сделали вот эти вот свертки, в смысле расставили связи. Дальше мы делаем преобразование также относительно конкретного слоя. То есть один этот самый слой переходит в следующий вариант этого слоя, как-то переобработанный. В данном случае на втором этапе, так как мы раздули уже наше пространство, мы его должны каким-то образом сдуть, следуя принципам, которые только что провозгласили. Сдуваем мы пулингом или сабсамплингом. Мы можем сдуть по количеству слоев, а можем сдуть по размеру картинки. То есть, грубо говоря, сказать, что следующая картинка у нас будет существенно меньше. В данном случае, как вы видите из картинки, у нас картинка становится меньше. Это значит, что мы взяли и окрестность еще больше уменьшили. Последовательно проделывая эти операции, мы как раз надеемся, что получаем фичи более высокого уровня абстракции. То есть, понятно, что рассматривать, скажем так, внеблоковые результаты, то есть то, что получается внутри, никто особо и не рассматривает. Народ смотрит, какая информация у нас досталась между блоками и смотрит, догадывается, применяет метод Ленинского-Прищера для того, чтобы найти, какую информацию тот или иной слой выдирает, насколько она разумна. После всего этого добра у нас идет уже полносвязная сетка, обычная персептронная сеть, которая применяется уже ко всем полученным результатам. На самом деле, на входе этой сетки, в первых работах по многослойным сетям, фокушима, кажется, работа, говорится такое, что количество уровней в подобной сети, свертки, уровень свертки, должно быть устроено таким образом, чтобы точки на входе классификатора зависели бы от всей картинки целиком. То есть, мы каждый раз делаем свертку, с какой-то окрестностью. Эта окрестность зависит все от более широких точек. И, в конце концов, последняя точка должна зависеть от всех точек, которые были в исходном изображении. Но насколько это соблюдается в современных сетях, я не знаю, если честно. Они уже очень как-то разные бывают. Последнее, что я здесь не рассказал, это, собственно, многослойная свертка. Что это такое? Многослойная свертка — это когда у нас свертка зависит более чем от одного уровня, от одной картинки. От одного... Не картинки, образа. От одного образа. Понятно, что у каждого из этих этапов, которые здесь проделываются, на практике существует большое количество вариантов. В частности, мы можем... Каким образом мы можем увеличивать размерность? Я думаю, все понимают. Мы берем какое-то... Мы делаем большое количество связей и говорим, что эти связи друг от дружки независимы. Таким образом, мы вводим некоторый набор векторов W, которые связывают конкретную точку в соответствующем уровне с... Да, с набором точек предыдущих. Пример того, как свертка может зависеть от нескольких. Вернись в слайд с ключей. Вот смотри, у нас копировал слайд из хорошей работы. Вот там на третьем уровне видно, что на 6 слоев по 14 на 14, а на 6 на 16, до 10 на 10. 16 не делится на 6. Мы просто 16 различными алгоритмами сделали агрегацию этих 6 слоев. Все так. Все так. То есть идея как раз... Не видно, но каждый точка зависит от одного слоя, от всех 6. Да, то есть таким образом, вот они... Это на самом деле образ одного и того же кусочка, грубо говоря. Он зависит от одних и тех же штуковин. Но мы этот образ сделали существенно по-разному. Для всех вот этих вот... Для разных образов у нас было кинуто разные рандомы при переходе в большую размерность. Дальше мы берем и говорим, о, свертка вот от всех вот этих вот парней. Не от одного только уровня, а от всех. Они друг с дружкой связаны, потому от каких точек исходно зависит. Вот в этой картинке это были одни и те же точки. Тра-та-та. Ну, сложный перспектрон в качестве классификатора более-менее понятен. Ну и на самом деле, как я уже сказал, с теоретической точки зрения это считается, типа, theoretical, знаете, пишут товарищи Ликун и Марк Аврелио. Они, правда, потом говорят, что это heaven, но с каких-то очень странных позиций. Так вот, с доказательством исходимости тут вообще большие проблемы. Почему? Ну, потому что, во-первых, мы с вами используем метод градиентного спуска. А мы с вами знаем, что в невыпуклых задачах с методом градиентного спуска могут происходить неприятности. И они таки происходят. Это первая проблема. Вторая проблема, это то, что мы... Ты не сказал, что именно мы сейчас обучаем. Сказал, как выглядит неровная сеть, но не сказал, что именно мы сейчас обучаем. Ну, окей. Где мы сейчас обучаем? Согласен. Ну, градиентный спуск берется из backpropagation. Да, а где будет пропагэйшн? Вот. А backpropagation в прошлой лекции. Да, мы... Ну, backpropagation, как все помнят, наверное, это попытка взять производную сложной функции по всем частным, вот этим вот, DW, с использованием структуры нашей замечательной сети. То, что, во-первых, все точки каждого слоя зависят только от точек последующего слоя при обратном распространении ошибки. И то, что они друг от дружки не зависят никак. Вот это нам дает возможность структурированно брать эту производную. Ну, вот мы ее взяли, мы сделали по ней шаг с коэффициентом затухания некоторым. Ну, в общем, сделали градиентный спуск с фиксированным шагом. Что там ходить далеко-то? Вот. Ну, и получили все проблемы на самом деле градиентного спуска просто так. Однако же, подобные сети обладают еще некоторым количеством дополнительных свойств. Если мы посчитаем общее количество параметров, которые там есть, их вообще-то довольно много. Ну, а мы с вами проходили, черт подери, если много параметров, то то будет плохо. Мы с вами уже пробовали буквально на второй лекции обучить линейную модель, в которой было как-то не очень много параметров. Правда, было не очень много примеров, и получали очень прикольный результат. Так вот. Однако же... Целых 18 студентов и целых 12 параметров. Да. Честно. Однако же, у подобных нейронных сетей есть целый ряд защит от оверфитинга. Это целый ряд, целых 4 штуки. Первая защита заключается в том, что, как мы уже говорили, на каждом уровне у нас есть определенное количество информации, которую мы передаем. таким образом каждый уровень можно рассматривать как ограничение на количество используемых фич. Такое ограничение мы мягкое с вами задавали, в моделях у нас она регуляризация называлась, но в данном случае оно жесткое. Просто сказали, фич будет здесь 500. Больше 500 не может быть. Вторая вещь, связана с тем, что мы обучаем эти фичи практически независимо. Как мы видели, там бывают только некоторые переходы, которые используют информацию от нескольких слоев. И за счет того, что у нас карта не все время, ну, то есть не сразу схлопывается, что от всех точек зависит одна, и это достигается тем, что мы для разных уровней делаем параллельную обработку. Таким образом, мы получаем значительное уменьшение зависимости вот этих самых фич. ну, почти независимо, да. Ну и, наконец, конечно же, мы уменьшаем, мы инфорсим и делаем не такое большое количество параметров, ну, и с точки зрения того, как это обучать, неудобно обучать миллиард параметров, ну, потому что с точки зрения машин, с точки зрения мощности мы не сможем этого сделать. Поэтому здесь значительно меньше, не то, что поэтому, но в convolutional network значительно меньше связей, чем в полносвязанных сетях с таким же количеством нодов. Ну и, наконец, последняя вещь заключается в том, что каждая новая фича, вот эта вот, большого, высокого уровня абстракции, у нас зависит от большого количества образов в пространстве более высокой размерности. И мы закладываемся на то, что подобная зависимость позволит, зажмет дисперсию, то есть сделает сигнал менее шумным, нежели вот эти вот все образы в более высокой размерности. Здесь мы надеемся на закон больших чисел. К сожалению, если немножечко подумать, то вот прям сразу с обучения работают. Если мы пойдем по-простому и положим, мы начали процесс обучения. Процесс обучения мы обычно начинаем в какой-то рандомной точке. И в этой рандомной точке может оказаться так, что производный по какому-то из направлений, вот в этом W, то есть у каждой точечки есть вектор, на котором мы домножаем прообразы этой точки, чтобы получить сигнал. Когда мы обратно начинаем распространять ошибку, мы должны сделать шаг по частным производным переменам вот этих векторов W. Ну, в смысле, вот этих переменных W. если нам так не повезло, и они все получились неравномерные, может произойти такая ситуация, что этот вектор начнет вырождаться. То есть он будет, большое количество производных там может начать зануляться. Как только она начнет зануляться, то есть сигнал мы будем черпать только от некоторых точек прообраза. Если сигнал начнет вырождаться, то тут же пропадет вот этот закон больших чисел здесь. То есть мы начнем зависеть от значительно меньшего количества фичей. Причем эта проблема сохранится не только для данного слоя, но и для всех слоев, которые пойдут дальше. Таким образом, если мы ничего не предпримем с большой вероятностью, но не понятно, не с единичной, это никто нам не будет гарантировать, на практике мы можем увидеть вырождающиеся вектора. Если вектора будут вырождаться, нам что-то с этим надо делать, потому что перестает работать вот этот последний принцип, который был для нас важен еще на вот этом слайде. То есть мы вообще, вся наша система может работать только так. Иначе дисперсия вот этого сигнала в образе вот здесь фича перестанет быть стейбл. Так вот, для того, чтобы так не делать, мы можем сделать очень простую вещь. Мы можем сказать, что давайте-ка мы каждый раз, чтобы у нас не было вот этого адского вырождения, мы будем с какой-то вероятностью убирать произвольные точки. Если мы убрали точку, то мы вынуждены будем распространить ошибку по всем остальным. Вот у нас есть некоторая там, вот это W, от которой зависит данная переменная. Данная переменная мы видим большой div, нам нужно сделать большой шаг по ней. Этот шаг мы можем сделать за счет того, что как-то поджастим веса. если у нас вот их по ним нужно сделать шаг. Это наши переменные, которые мы оптимизируем. Так, отлично. Теперь мы видим, что один из этих весов, например, очень здоровый. И понимаем, что его-то мы можем еще немножко увеличить, потому что там у нас уже сидит единичка, на предыдущем уровне. Мы ее начинаем увеличивать все больше и больше и больше. И наша единичка вот здесь, ну то есть сигнал следующий начинает зависеть только от этой точки. Ярко такой. Смотрим. Смотрим. Если я эту грязь смогу стереть? Нет. Кажется, у меня нет шансов. Кудолт. как там? Нам неудачники не нужны. Так вот, ну вот смотрите, вот у нас вот эта точечка зависит от каких-то точек предыдущего уровня. положим здесь у нас единичка, там какой-нибудь нулик, нулик, один. Вот это у нас веса. мы по этим весам должны сделать некоторый шаг. Да. Исходя из того, каким мы хотим увидеть значение вот в этом ноде. мы помним, мы взяли частную производную по этому ноду, потом надо взять будет частной производной по этим переменам. Отлично. Вот, если у нас есть какой-то вырожденный здоровый вес, нулик, нулик, допустим. Да. Ну, блин, надо на самом деле это выписывать, но мы захотим сюда добавить просто еще побольше веса. Нет, я хочу, если там стоять бы не единичка, нулик, а там стояли бы десантки, довля бы в ту точку, и сам большой вес на предыдущем. Да, 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 так и есть. окей. Ну, здесь 5 напишите. Давай 5 напишите, да. Вот эта дура у меня начнет получать все больше вес, и у меня вектор начнет вырождаться в то, что в конце концов он захочет прийти в состояние такое, что а? А, сегмует у нас вот здесь. И на том слое у нас может быть сегмует, а может быть, например, этот самый, вот такая функция Йовина. Давайте так-то. Давайте скажем, что здесь будет единица, здесь будет 0,1. Так будет понятнее в случае сегмуида. Так вот, проблема заключается в том, что естественным путем мы получим то, что вот это W у нас будет стремиться к бесконечности, например, ну, или там к какому-то большому весу, а все остальные будут нулевые. И получится, что у нас вот эта точка зависит только от этой точки, а от всех остальных не зависит. вот от этой ситуации мы хотим избавиться. А для этого мы делаем простую вещь. Мы говорим, что давайте мы выкинем просто случайные связи. Вот эту связь выкинем, вот эту связь выкинем. Каждый раз будем выкидывать случайные связь. Да, потому что если она будет зависеть только от одной точки, вся наша стабильность пропадет. И вот для того, чтобы мы начали зависеть и от этого 0,1 тоже, в какой-то момент мы должны выкинуть вот эту связь единицы. Мы будем, ну, на самом деле есть цельные работы, потому как это правильно делать, но давайте с вероятностью, там, я не знаю, 0,5 выкидывать. Уже будет ничего. Ситуация, которая с одним огромным весом относительно выкинула вне остальные. Да, все так, только эта ситуация в пределе, а здесь эта ситуация, когда мы делаем конкретный шаг. Мы сейчас делаем шаг по градиентному спуску. Мы этот шаг делаем так, как будто бы у нас не было вот этой переменной. Мы говорим, вот этой связи нет. вот этой точке нет. Китайцев не существует. Мы вынуждены опираться на другие сигналы. У нас все производные поедут в большинстве. Очень хорошо, но они у нас поедут структурно. Ты помнишь, что у нас здесь есть независимость, и никакие производные другие-то у нас и не поедут. В этом и, на самом деле, в этом и прелесть нейронных сетей, что мы вот эти связи можем на халяву выкидывать, сколько влезет, они повлияют только на вот эту производную. Все остальное не зависит от этого W. Все зависит через вот эту точку. Мы сделали так один шаг, но шагов-то у нас в целом не один. Шагов-то у нас там, положим, миллион. Никак. Мы в этот раз оставляем этот вес, как он был на предыдущем шаге. То есть у нас V1 T плюс 1 в данном случае будет равен V1 T. То есть мы плюс 0 умноженный на там DT по вот этому DV1. Ну, опустим все это структурное взятие производной. Понятная идея? Идея понятно. Давай, давай. Одна деталь, что у нас от той точки, откуда мы убрали это? Как здесь зависит не только и то, а и часто зависит еще несколько точек. По постарению все так, да. Но там вот, который я читал, они делают прямо вот на связь, добавляют. вот как раз если убираешься на связь, а не на точку, то связь убрал, то это точки зависит другие точки, и там производно будет не нулевой на самом деле бронений. Да. Вот. Это первое, сказал так, как раз, и тут мы на самом деле еще забыл сказать делим градиент на 2. Это не границ. Здесь выкидываешь второе, стены на 5, то ты умножаешь на 2, во всякий случай. Ну да. А, ну понятно, зачем, Даша. Да. Окей. Да. Логично. Ребят, примерно понятно, зачем это происходит. То есть здесь есть строго математическая доказательность только того, что это тоже сойдется, но то, что это будет сходиться лучше, конечно, никакого доказательства нет, но на практике без этого не работает. То, что получился большой вес когда-то это не знать, или что ли? Вот смотри, у нас они все исходно равны. Для нас что пятый нейрон, что восьмой нейрон, ну, они одинаковые. Я просто задаю, где классификатор и одна из фичей это правильный ответ. Нет такого, понимаешь, у нас есть роу-данные. Роу-данные. Вот из этих роу-данных нам нужно найти некоторые фичи, которые являются собой фичи более высокой абстракции. Роу-данные это вот у тебя пиксел, первый пиксель в картинке зажег, зажегся. Отлично. Так не сможешь, но для такой ступеньки первый пиксель, ты угадаешь с маленьким шумом, тебе его уберут, модель все равно скажет, скорее всего, переписывать вот это. Она становится более стабильно, потому что там что-то пропало, она снова продолжает встречать. То есть, грубо говоря, ты можешь угадывать первый пиксель, а можешь это самое. Ну, с точки зрения вот этого самого первого пикселя, оно у тебя будет медленнее сходиться. Но в целом, для того, чтобы угадывать первый пиксель, тебе на самом деле не нужно такое добро строить. Мне кажется, в начале был короткий пример, если два одинаковых веса, две единички слева, то в ходе багажа будет расти быстрее того, который вес был в начале больше. Да, да, да. Это будет случайно. Если они одинаковые, то нужно их с одинаковым весом учитывать, и там не чешу получим, наверное. Ну, смотри, во-первых, в точности одинаковые они не бывают. Собственно, иначе бы у нас производной не было. С другой точки зрения, смотри, если ты сделаешь слишком симметрично, то у тебя, грубо говоря, будет преобразование, то есть тебе нужно сделать несколько образов в более высокоразмерном пространстве. У тебя эти образы будут слишком рядом, будут одинаковые. Ну, какая разница, сколько ты сделаешь одинаковых образов? Хоть один, хоть двести. С них все равно у тебя среднее значение будет такое же. То есть ты не решаешь исходную задачу таким образом, у тебя вот этой линейной разделимости не будет. Ну, грубо говоря, линейной разделимости, конечно, это все только образы и круги на воде. Будем надеяться, что кто такой дропаут, я вам объяснил. Дальше понятно, что этот дропаут можно делать очень сильно по-разному. И последнее время, так как это компоненты являются ключевой, ключевой, а где-нибудь это нарисовал? Нет, я нигде это не нарисовал. Да, без нее, к сожалению, ничего особо не работает. Ну, то есть все вот эти наши прелести, которые мы только что расписывали, они как-то не очень срабатывают. Известны результаты успешного применения глубокого обучения. Ну, то есть, а насколько это действительно помогает в жизни? Как мы видим, все это помогает в жизни в одном единственном случае, когда у нас есть действительно row-фичи, когда мы обрабатываем по большому счету сигналы. То есть применение в speech recognition, handwriting recognition, object recognition и прочие штуковины, где нам тяжело в том смысле, что фичи между собой имеют определенную структуру. В данном случае структура для спичи recognition она там может быть как одномерной, когда сигнал у нас зависит просто по времени. Если вы посмотрите, там довольно интересно получится. Так, в принципе, может быть и двумерной, если мы подаем в качестве row-сигнала последовательные частоты. То есть, если у нас какой-нибудь вилет-преобразование, то там с разницей по разным уровням там, по-моему, нет, может быть, есть все-таки связь, но, по-моему, нет все-таки связи. А вот если фурьешные частоты, тогда там есть определенные связи, тогда это тоже картинка. То есть, грубо говоря, вы звук переводите в картинку и сводите задачу к предыдущей. Так вот делал такой Rauber Андре кажется, нет, не помню, чуваки из Швейцарии такое делали. Я не помню, как Андре Раубер, по-моему. Ну, неважно. Они, в общем, брали, делали для музыки, в частности, они делали преобразование в картинку, дальше картинки применялись стандартными. Ну, и на картинках это добро работает. Хорошо? Где у нас? А тут у вас есть этот самый двумерная мапа. Давай, давай, давай. Судя по истории, ровно там, где было трудно сделать фичерайзер руками. техзачки, ты сможешь делать фичи, но тебе это не нужно. А когда ты не знаешь, как делать, то нужно. Вот тот же хондрайд перенешен, написан когда это работало, после этого перестало, потому что люди научились руками делать нормальные фичи. Абсолютно. пришли на фичерайзер фичерайзер и к другим методам анализа последовательностей. Ну смотри, есть у тебя свертка. На самом деле, что мы делаем? У нас есть какая-то последовательность или двумерная самая картинка. Дальше наша задача найти такие свертки, которые несут информацию. Наша задача посчитать такую функцию от всего этого добра, в которой есть какая-то информация. Мы это можем заставить делать, то есть одновременно делать оптимизацию и фичей, и оптимизацию собственно с использованием нейронных сетей. Либо мы можем, зная про то, как у тебя рука дрожит там, и увидев сто пятьсот этих вот написанных индексов, для чего собственно это и делалось, от руки понять, что там на самом деле все делают вот такую вот ошибку стабильно, или там еще какое-нибудь добро, и нарисовать такую фичу, которая ловит вот именно эту особенность. Вот, ну вот вручную придумать из головы. И придуманное из головы может работать вот это все, что мы только что проходили, оно все может сработать, а эта фича точно сработает, потому что она построена по некому prior knowledge относительно того, что есть. А? Что это за фича? Вот, что... ранее где-то просто там начали представлять, то есть как бы там два способа, один текст пытаться из оффлайн, один способ это из текста, который написан на листе, пытаться предсказать последователь, с какого он был написан, и тут на последствии можно запускать марк-модуль или что угодно, а другое это попытка разбить этот текст на разные кусочки, например, дуга такая, палка, там еще что-то, если дальше текст лево-направо представить в виде такой последователь, начинал наложить марк-модель, главное ее аккуратно подобрать, и она будет что-то разделять, как бы, это если нужно текст из-за один символ распознать, то там обычно ничего, много не было, берут просто в комиссию там, 5 на 7, 7 на 9, смотрят цвет в каждой квадратики этой клетки и запихивают какой-нибудь там, обычный, ну, типа даунсамплинг, типа даунсамплинг, привет, сидел просто не тысячу пич, там, а 35, ну да, там на самом деле вот этих свечей-то придумывали дофига, то есть для распознавания картинок там есть методы, которые... не, там еще есть такая штука, что их без полтык ты не придумаешь, ну, например, начали смотреть и есть такие фичи, которые определяют грани, ну, то есть, что вот это является границей, вот здесь проходит граница, вот, а это не так просто, или, что вот эта вот точка является для изображения важной, вот по этим вот трем важным точкам мы можем два изображения сказать, что они одинаковые, там есть цельные большие статьи про то, как там, я не знаю, посчитать правильные вторые производные, потому что там происходит, представив это в виде какого-то непрерывного процесса, что вот эта точка важная для изображения, если вот на этом изображении точка находится примерно так же, то это два похожих изображения. А что тут реально можно взять последний бумажный написан, что у нас есть вот хинтон, после этого этот метод стал обгонять, это именно дропаулги было сделано, он стал, в общем, после этого человек не может победить в эту задачу, но, сзади, ручные фичи пока никто не обыграл, если во всех конкурсах распознавания, которые теперь везде используют эту модель. То есть, грубо говоря, вот эти парни пришли и там типа на сколько на 10% сделали предыдущий результат error rate, то есть было, грубо говоря, 23%, по-моему, процента, а эти пацаны сделали типа 15 или 13, 17, да, 17, а было... Я не помню. Ну, в общем, там был огромный гэп между предыдущим методом и этим, а в этом году они уже показывают, что... ...которые именно решали, они там вот некоторые говорят, почему там на road sign post numbers кто-то это делает, он говорит, ты делил эту штуку, она что-то показала, ты будешь молодец, он только не сорвается, если дать, кому-то там 5 лет и несколько миллионов, они сделают лучше руками. Как бы сейчас говорят, руками сделать... Пока не удалось, пока не удалось. То есть все работы, которые это обогнали, используют ту же самую библиотеку на самом деле. Но причем обогнали бы глобально, как бы... Еще, еще сколько-то, ну там, не, не сколько-то, 10, да, 10 процентов я видел больше всего, честно, 13 получили, нечестно, 11. Ну, на самом деле, это Леша Паярков, он из Бенга, и он занимался картинкой. Я из Яндекс. Теперь уже из Яндекс. Ну, в Яндексе ты не занимаешься картинками, как я тебе могу представить, как в Яндексе из картинками? Надо показать, что ты картинками занимаешься. Итак, это про практическое применение, то есть вот эти чертовые сети все-таки нашли какое-то практическое применение через 20 лет после изобретения. Это практическое применение сейчас находится в тегинге. То есть они размечают объекты, какой объект куда находится, какой объект изображен, во-первых. Во-вторых, в лейблинге, то есть разные части картинки Они размечают как отдельные сущности Нет, не только Сейчас этот весь Sound Recognition Он тоже на них Sound Recognition, да, абсолютно Мы тоже спич-рекогнишн делаем на самом деле Deep Networks Но я просто не участвовал в этом Только слышал Саша участвовал в этом Тоже чуть-чуть Окей, что мы забыли? Мы на самом деле Так, за лекцию, коротенько На 16 слайдов нарисовали Ну, попытались дать хоть какое-то представление Огромной-огромной области При этом очевидно, что мы много про что забыли В частности, мы забыли про то А как сделать нелинейность Диалоги о нелинейности продолжаются до сих пор Если я правильно понимаю То все-таки с практической точки зрения Выигрывают, как ни странно, не сегмоид А вот такая вот штуковина Ну, то есть максимум из ноля И значение функции Окей Если вот она выигрывает То Как вы себе представляете финальное решение Всей нейронной сети? Если в каждом усле нелинейность такая А то сегмоиду стоит Здесь нет сегмоида Вот так Все Все слои такие Что получим? Да, получится кусочная линейная хрень Абсолютно И мы с вами кусочная линейная хрень На самом деле в конце Когда будем разговаривать Последняя лекция про деревья Мы видим абсолютно такую же Кусочная линейная Линейная Это самое Ячеистую хреноту Такую же Мы используем такую же Там угроген У вас она кусочная Постоянная Нет, а у нас она кусочная линейная Вот такая вот загогулина У нас самый лучший метод Они как раз кусочной линейной Последние деревья у нас ровно такие Так, дальше Мы не рассмотрели То есть диалоги о нелинейности Это очень интересный топик То, что выигрывает вот такая штука На самом деле сводит нейронные сети Да, вот она называется релу Что это значит? Ты можешь это перевести Ректангл Линер Юнит Наверное, да Дальше Кроме такой топологии сети Как вы понимаете С двумя уровнями Может быть чуть больше Чем один вариант того Как можно построить То есть тот, который мы рассматривали Он реально работает И реально показывает хорошие результаты Однако никто не мешает Показать хорошие результаты И другим видам Другим топологиям сетей В частности Из тех, которые Ну, грубо говоря Так, на слуху На слуху Вот у тех парней Которые писали презентацию Есть Deep Belief Networks Это довольно простая штука Это графическая модель Обычная Где в каком-то слою Просто сказано Ну, это какие-то переменные То есть От них все зависит Они все От всех зависят И дальше Сама моделька Должна разобраться Какие из них значимы А какие из них незначимы То есть они С точки зрения С точки зрения Графической модели Никогда не наблюдаемы Они всегда hidden И вот эти вот Hidden точки Зависит От всего предыдущего уровня И от них зависит следующее То есть Грубо говоря Взяли Графическую модель Ее разрезали пополам Туда вставили уровень Какой-то неизвестности Молодцы Дальше Есть Deep Walsman Machines Deep Walsman Machines Тоже довольно такая штука Мы в прошлый раз Смотрели с вами Кто такие Walsman Machines И у нас там был Такой случай Который более или менее Легко считается Это Restricted Walsman Machines Помните У нас там В hidden layer Были точечки Которые связывались Со Входными и выходными Точками Но сами Не являлись Входными и выходными При этом внутри Думающего уровня У нас не было Никаких связей Собственно поэтому Они были restricted Так вот Deep Walsman Machines Это такая штуковина К которой Вот к этим точечкам Еще привязан Думающий уровень Вот такая вот Хренота двухуровневая Ну Утверждается Что оно все работает Но к сожалению На практике Ну то есть Практических таких результатов Так чтобы они выигрывали При соревнованиях Я не видел Возможно это связано С тем что Вот в обратном распространении Ошибки Мы с вами посмотрели Что вот есть Дропаут Который борется С вырождением А здесь Ну так просто Не получится Тут надо еще Головой думать Ну и наконец Последнее Что мы с вами Не рассмотрели Это Ну не то что последнее Но последнее С того что я знаю Deep learning Решает две задачи Одновременно Оптимизацию И Выяснение Ну Выделение фичи Фичи экстракшн Репрезентейшн леунинг Извините Так тоже бывает На самом деле Мы с вами уже Опять таки Разговаривали до этого Что вот Есть нейронные сети Вот они хороши До тех пор Пока они Решают одновременно Две задачи Задача фичи экстракшн И задача оптимизации Если они вдруг Начинают решать Только одну из этих задач То есть задача оптимизации А собственно Для этого нам и нужен Вот тот вот Полносвязные уровни Вон там Вот там есть задача Классификации Вот это они делают Вообще-то не очень Так вот А если у нас получились Действительно Такие хорошие фичи Которые хороши Не только с точки зрения Того классификатора Который там дальше стоит Но и с точки зрения Какого-то другого метода Машинного обучения Почему бы нам не использовать Их как просто фактор И так Насколько я понимаю Тоже делают Активно Все так делают Окей Вот Это тоже Отличный способ Применения Который Достоин отдельного Доклада Ну и последний Традиционный слайд Что же мы сегодня узнали Мы узнали Первое Что нейронные сети Из всех рассмотренных Моделей Решающей функции Единственное Являются достаточно Глубокими В тех определениях Которые мы дали В тех Мутных определениях Которые мы дали Второе Что мы узнали То что в глубоком обучении Оказывается Есть все таки Определенные блоки И не все Блоки Одинаково полезны То есть Их можно Разделить На Уровни И только В результате Работы всего уровня У нас получается Чего-то разумное При этом Внутри Каждого уровня Есть роли Роли мы с вами Посмотрели Далее Сверточные сети Позволяют использовать Связанность факторов То есть то что у нас Факторы связаны Покординатно Ну то есть Картинки Грубо говоря Или последовательность Или еще что-то такое Мы можем использовать С помощью сверток Следующее что я не написал Потому что Никита Меня убил бы За 6 пунктов Это то что Оказывается Свертки вместе С нейронными сетями Работают Оказывается что По таким принципам Можно построить Что-то Работающее Действительно Нейронные сети Нашли свое применение В картинках И в голосе То есть сейчас В картинках И в голосе Это являются Методы Стандарта Дефакто То есть если вам Нужно сделать чего-то И не хочется думать Берите библиотеку Товарища Крыжевского И уже делайте Собственно Что и написано В последнем пункте На дому Для этого вам На дому Не на дому Конечно нужен Вот есть у меня кот Не дальше я кота Фотографирую Или там я не знаю У меня есть Большая кстати проблема У меня кот Собака Хочешь Любит лежать на плите Вот И он по этой плите Жмет Вот И я боюсь Получить горелого кота То есть я конечно Лочу Вот Ну и если Если подумать Эту задачу Можно решить творчески И там я не знаю Сделать Какой-нибудь мухобойку Которая Кота пугает Которая по видео Идущего с веб-камере Мухобойка Фигачит То В том случае Если Далек Вопрос в том Что почти всегда Диплейнг использует Там где у тебя Очень большой Сет различных данных Не это понятно Да То есть Ну Тут Действительно Есть такая проблема Ну на дому Это я Понятно В кавычках В кагл Ну там В кагл Кстати не знаю Да все нормально Там в кагл Не ну например По лингвистике Интересно было Помучатся Данные находит Просто не в том месте И где компетишен В соседнем Поэтому я буду Когда 11 Не честно А 13 Честно Товарищи Из 13 Делали с тем Что собрали Еще кучу данных Которые На порядок Больше было В компетишне Да Если хочется Это потрогать руками Есть такой Компетишн Называется ImageNet Вот собственно Мы сейчас Говорим про 13 11 Там И вот Прочие Цифры Буквы Они оттуда ImageNet.org Там находятся И данные Там Находятся Масса Статей На эту тему Для применения Этого добра Насколько я понимаю Там код написан Для Этого самого Дипленинг Нет Скажи Дипленингу Нет Вот в общем И все Если есть Какие-то вопросы Давайте Мы на них Попробуем Ответить